Всем привет! С вами Диана Суворова и в сегодняшнем видео я покажу вам 5 видов стрелок для новейшего века. Нарисовать стрелку на новейшем веке это та еще забота, должна я вам сказать, но с ней я знакома не понаслышке, так как у меня, пожалуй, самая новейшая века на ютюбе. Поэтому сегодня я поделюсь с вами своими фишками и лайфхаками, как это сделать оптимально. Если вам также, как и мне, близка эта тема, поставьте лайк под этим видео, я буду знать, что я все-таки не одна. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить подобные уроки в будущем. Ну и давайте начнем! Прежде чем рисовать стрелку, я вам очень советую прорисовать межресничное пространство водостойким карандашом, черно-коричневым или черным. Ресницы от этого станут еще гуще, взгляд более открытый и, возможно, вам уже не захочется рисовать стрелку. Первый вид стрелки, я лично эту стрелку называю комбинированной и, можно сказать, что это мое такое ноу-хау. Самое сложное, как вы знаете, в стрелках для новейшего века это вывести красивый хвостик. Так вот, в этом случае, в этой стрелке хвостик не нужно вводить, потому что хвостиком у нас будет служить складная ресничка половинка. И это очень простой, на самом деле, метод, хотя, в принципе, кажется сложным. Итак, для того, чтобы нарисовать такую комбинированную стрелку, вам понадобится любой гелевый лайнер, лайнер-фломастер, жидкая подводка, в общем, все, что вам нравится. Я люблю вот такой вот лайнер Art Deco и им я буду рисовать себе стрелку, но хвостик я не буду выводить. Я лишь немного буду утолщать стрелку к внешнему уголку и стрелка не должна быть очень толстая, она должна быть таких средних размеров. В принципе, вот такая стрелка уже является оптимальным вариантом для новейшего века, так как не нужно заморачиваться с выводом хвостика. Вы можете просто накрасить ресницы и пойти. Ресницы я сейчас буду прокрашивать, но прежде чем их прокрасить, обязательно сделайте завивку ресницы до того, как будете красить. Это очень важный этап, потому что распахнутые ресницы, густые и длинные, сами по себе уже являются хорошей коррекцией для нависающего века. Поэтому не пренебрегайте таким гаджетом. Следующий этап я буду клеить вот такую ресничку, половинку. Как вы видите, внешний уголок у этой реснички, он длиннее, чем внутренний. За счет такой разницы в длине, внешний уголок у нас будет как будто бы с провисованной стрелкой. И пачка таких ресниц из 10 пар на Алиэкспресс стоит меньше 2 долларов. Вам понадобится всего лишь дополнительно клей. Клей, который я люблю, это клей Дуо. Я прокрашиваю ресничку клеем и даю где-то секундочку ему высохнуть. И прикладываю к внешнему уголку. Это один из самых любимых моих видов стрелки, потому что ресничка сама по себе как будто бы рисует нам хвостик от стрелки. И я специально не рисовала стрелку на втором глазу, чтобы вы увидели разницу. Взгляд становится открытый. У нас, естественно, прорисован хвостик от стрелки накладной ресницей. Второй вид стрелки я ее называю самой простой стрелкой, тонкой стрелкой или изящной стрелкой. Действительно, в таком варианте сделать хвостик на новейшем веке очень просто. Дело в том, что все, что нам нужно, это нарисовать стрелку под нашим нависанием. И давайте я вам покажу, как это сделать. Прежде всего, вы должны нарисовать, как и в первом варианте, стрелку на подвижном веке. То есть я сейчас легко трансформирую первый вариант во второй вариант. Возьмите зеркало, посмотрите на себя прямо. Желательно расслабить верхнее веко, не поднимать его. И все, что вам нужно сделать, поставить небольшую насечку под складочкой века. Там, где она заканчивается. Вот таким вот образом. Вы как бы огибаете это нависание. Оно остается сверху, а стрелка ваша идет снизу. И после этого ее можно уже наводить. Практически на любом новейшем веке можно нарисовать такой вид стрелки. Можно сделать или более пологой, или наоборот, немножечко задранной. То есть тут вы уже выбираете свой вариант, как вам больше нравится. Третий вариант стрелки, который я себе делаю чаще всего, это трансформация стрелки номер 2 в более широкую и более массивную. И в принципе я делаю все точно так же. Сначала я рисую стрелку себе на верхнем веке, а хвостик вывожу отдельно. Тоже смотрю на себя прямо в зеркало, делаю насечку. Теперь я соединяю хвостик и подвижное веко. Примерно начинаю рисовать такую прямую линию от половины этой стрелки. Такой вид стрелки очень эффектный. Он классно смотрится в макияжах. И когда я моргаю, очень красиво выглядит. Хотя, когда я смотрю прямо, то стрелка все равно становится более тонкой, так как складочка немножечко все равно нависает на эту стрелку. Но эта стрелка мне нравится все равно больше всего. И ее можно, конечно же, добавить накладными ресницами, эффектным макияжем и будет просто супер. Стрелка воронье крыло или стрелка галочка, это, пожалуй, самый распространенный вид стрелок на новейшем веке. Однако, не самый мой любимый, можно сказать, самый мой нелюбимый метод. Как же все-таки ее правильно нарисовать? Возможно, вам понравится такой вариант, я не знаю. Все, что вам нужно, это, в принципе, сделать все то же самое, что я сделала в третьем варианте. Но после этого нужно, опять же, посмотреть прямо на себя в зеркало и немножечко утолщить хвостик стрелки. Причем это лучше всего делать на открытом глазу. То есть, когда я буду смотреть прямо, хвостик стал у меня чуть-чуть более толще. Но когда я подниму вот так вот века, вы увидите, что у меня получилась вот такая вот странная конструкция. Теперь все, что вам нужно, это сделать вот такой вот ромбик и зарисовать серединку. Ну и вот такой вариант стрелки у меня в итоге получился. Когда я не моргаю, смотрю прямо, хвостик стрелки стал шире, стрелка стала более такая органичная. Но когда я моргаю или поднимаю брови, опускаю глаза, вы сразу видите, что у меня здесь происходит. Вот такая вот многоступенчатая конструкция. И надо сказать, что я не очень люблю вот такой вот вид стрелки. Потому что я все время за нее переживаю. Лайнер должен быть очень стойкий, чтобы он не отпечатывался, не смазывался. В общем, я предпочитаю первые три варианта. Ну или же вариант номер пять. И это растушеванная стрелка. И она лучше всего подходит для новейших век. Есть много способов, как сделать растушеванную стрелку. Я вам покажу, наверное, самый простой. Для этого вам понадобится вот такой вот моток канцелярского скотча. Я часто его использую в видео. Все спрашивают, что это за скотч. Это обычный скотч. Просто он такой тоненький и матовый. Очень хорошо смотрится. Не сильно клеится к коже. Вот, поэтому очень комфортный для макияжа. И приклеиваю этот скотч, как будто бы продолжение нижнего века, под складочкой к направлению кончику брови. Как-то вот так вот. То есть этот скотч должен проходить именно там, где складочка века заканчивается. Я буду использовать коричневый водостойкий карандаш La Melle. И все, что я буду делать, рисовать вот так вот, не стараясь, прямо по скотчу вот такую вот стрелку. После этого все, что вам нужно, взять кисточку и, собственно, растушевать эту стрелку. Во всех направлениях. Если нужно, подбавить чуть-чуть интенсивность, если вы сильно растушевали. Интенсивность должна быть у ресничного края и у внешнего уголка этой стрелки. После этого можно отклеить скотч. И если вдруг вы как-то зашли далеко, хотя, в принципе, сейчас мне нравится, можно слегка подправить салфеткой или мицеллярной водой. Теперь можно взять любой оттенок тени. У меня он коричневый. В принципе, эта стрелка может быть абсолютно любого цвета. Черная, фиолетовая, зеленая. Все зависит от того, что у вас есть под рукой и что вы хотите сделать. Я просто дублирую эту стрелку, как бы закрепляю ее тенями. И вариант растушеванной стрелки уже готов. Напишите мне в комментариях, какой из видов стрелок вам понравился больше всего. Ну, а если вы хотите знать больше о моих трюках, лайфхаках, макияжах для новейшего века, у меня есть специальный плейлист. Кликайте вот сюда и смотрите все самое интересное. А мы очень скоро увидимся. Всем пока!